Добрый день, Борис. Сегодня у вас профессиональный праздник, день уролога, с чем я вас и поздравляю. Ну и не могу задать, возможно, очень банальный, но интересный вопрос. Почему вы выбрали урологию? Почему им нравится направление? Вообще, в сторону медицины меня направили родители, и в частности мама. У меня мама врач, достаточно известный в республике врач, я думаю, многие ее знают, Жанна Борисовна Шапарова. По стопам матери я отправился в медицинский университет, и уже будучи студентом, медицина, она делится на два больших-больших направления, терапевтические направления и хирургические. И я понял, что мне ближе хирургия та или иная. И на пятом курсе я уже задался целью конкретно определиться со специализацией. Получилось так, что первым отделением, в которое я пришел таким добровольцем дежурить, смотреть, как врачи работают, было урологическое отделение. Так и остался в урологии, дальше не пошел. В данный момент вы работаете над серьезным научным трудом, с таким вот сложным названием, я вот его не запомнила, я прямо его зачитаю. Называется «Ваш труд. Профилактика рецидива деформации шейки мочевого пузыря». Скажите, пожалуйста, о чем эта работа? Выбор этой темы связан с актуальностью этой работы. Мы все-таки живем в 21 веке, и на сегодняшний день медицина продвинулась очень значительно. И каких-то белых пятен на нашей современной урологической карте остается все меньше. Это вот одно из таких мест. Я поясню, почему это важно. Мы уже упомянули аденому простаты, или гиперплазия простаты, как мы говорим, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Это очень распространенное заболевание. Есть статистика, согласно которой каждый третий мужчина в течение жизни переносит то или иное оперативное вмешательство по поводу аденомы простаты. Это статистика западная, там есть своя специфика, связанная с их особенностями страховой медицины. Но, тем не менее, она очень ярко демонстрирует, насколько это актуальная проблема, насколько она распространена. И для решения этой проблемы придумано множество операций, самых разнообразных, но все равно самые распространенные операции. Это эндоскопическое удаление аденомы простаты, это чаще всего тур простаты. Такая известная операция, может быть, даже кто-то слышал, кто не связан с медициной, с урологией. В последнее время большое распространение получило лазерная нуклеация гиперплазии простаты. Но, несмотря на то, что это хорошие, очень эффективные вмешательства, они не лишены своих недостатков. И одной из больших проблем является рецидивирующая рубцовая деформация шейки мочевого пузыря. Это ситуация, когда после операции по удалению аденомы простаты просвет мочеводящих путей шейки мочевого пузыря сужается за счет рубцово-склеротического процесса. Это не очень распространенная ситуация, около полутора процента от всех прооперированных пациентов. Но это ситуация, которая может рецидивировать вплоть до больших тяжелых травматических операций. Во-первых. А во-вторых, это ситуация, по поводу которой нет... Мы же сейчас все работаем по клиническим рекомендациям. У нас есть европейские, американские, российские клинические рекомендации. И нигде нет четкого ответа. Вот у нас там по поводу аденомы простаты есть такой-то объем железы, надо делать такую-то операцию. Здесь у нас нет никакого ответа. И вот это та область урологии, где каждый во что гораст старается этим пациентам помогать. И мы занялись этой проблемой, потому что это актуально. А были ли у вас уже какие-то положительные примеры? У нас в рамках этой работы проведено уже одно исследование, которое завершилось. Сейчас идет второй этап исследования. Это тянется с 2019 года. Это большая работа, очень объемная. У нас большое количество статей опубликовано. Мы недавно получили уже третий патент на изобретение. Вот в рамках этой работы у нас большое количество пациентов, в том числе очень непростых пациентов. У нас был пациент, который до нас, до попадания к нам, перенес первичную операцию по поводу аденомы простаты. И после этого еще 11 операций по поводу рецидивов. Тяжелейший пациент нам не сразу, не с легкостью, но благодаря и нашим усилиям, и большой дисциплинированности пациента. Потому что наше лечение, оно малоинвазивное, без операции, но оно длительное. Вот благодаря совместным усилиям нам удалось этого пациента стабилизировать. Он на сегодняшний день живет полноценной жизнью. У него нет идеального мочеиспускания, давайте так. Но у него нет потребности раз в 2-3 недели ложиться в больницу на новую операцию. Вот у нас народ почему-то такой, что мы обращаемся к врачу тогда, когда уже совсем поздно. Стрельнула там, кольнула тут. Ну и ладно, ну и прошло, забыли. Но когда мы приходим к врачу, оказывается, что уже проблема созрела, назрела. Как это, не знаю, как правильно сказать. Но тем не менее, все врачи утверждают, что организм нет-нет-то дает какие-то сигналы. И требует обратить на себя внимание. Вот в части урологии скажите, на какие сигналы, на какие красные флажки нужно обратить внимание? У нас действительно наши люди, особенно мужчины, любят затянуть до последнего. И у нас бытует такой стереотип, что плохое качество мочеиспускания в старшей возрастной группе, что якобы это нормально. Ну вот они приходят, спрашиваешь, почему, как же вы так-то, ну не 18 лет, что ж мне. На самом деле это не так. Как качество мочеиспускания в нормальной ситуации, у нормального здорового пациента должно быть, ну может не такое действительно, как в 18 лет. Но пациент не должен испытывать каких-то затруднений при мочеиспускании, необходимости натуживания, ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря. Он не должен вставать по ночам. Ну если только, я не знаю, там воды не напился, арбуза не наелся, он может там раз встать, это каждый станет, понятно. Но идея в том, что это ненормальная ситуация, этим надо заниматься. Это сигнал, это сигнал того, что есть то или иное заболевание, чаще всего это аденомопростаты, но в отдельных ситуациях это могут быть симптомы в том числе онкологических заболеваний. И здесь, плавно переходя на тему онкологических заболеваний, нельзя не упомянуть о том, что урологические закачественные новообразования, они достаточно коварные и они могут длительно не давать никакой симптоматики и дать о себе знать уже на каких-то поздних стадиях. И поэтому, во-первых, такой красный флаг, на который стоит обращать внимание, это, конечно, появление крови в моче, это очень серьезный красный флаг, это значит, что надо идти к врачу обязательно. Это первое. И второе, ну, естественно, скрининг, надо заниматься, надо уролога посещать ежегодно, после 45 лет надо ежегодно уролога посещать. Многие наши соотечественники из регионов считают, что в регионах медицина достаточно качественная и стремятся все-таки попасть в столичные какие-то учреждения здравоохранения, да? И скажите, вот чем это обусловлено? Может, ваши клиники, они более лучше оснащены? Может, у вас более какие-то лучше подготовленные доктора? Или, может, все-таки это какие-то стереотипы вот срабатывают, что вот у нас плохо, а нужно туда? То есть, хорошо там, где нас нет? Может быть, в какой-то части и стереотип работает. Но, говоря об урологии, я скажу так, урология современная нынешняя, это очень гаджет-зависимая специальность. То есть, повсеместно идет тенденция к миниатюризации. И современная урология в своей ежедневной практике применяет большое количество малоинвазивных таких гаджетов, которые буквально-буквально несколько лет назад были диковинкой. Мы с огромным интересом ходили на первые такие операции. А сегодня, пару недель назад мы были на конгрессе в Екатеринбурге. И сегодня тех же гибких фибро-уротера-раноскопов, это специальные такие инструменты для удаления камней почек, их представлено более 30 моделей на сегодняшний день на рынке. И вот я думаю, что просто здесь позже доходят до нас вот эти технологии, которые необходимы для лечения пациентов. Но я хочу сказать, что здесь наши урологи, то есть я их вижу, я их вижу на конгрессах, я их вижу в социальных сетях, я за ними слежу, мы с ними общаемся. И вот тот объем операций, который мы делаем у себя в Москве, допустим, большая часть из них абсолютно доступна для жителей республики. Борис, есть утверждение, что лечение в столичных клиниках практически нереально, если у тебя нет денег. Ну, если речь не идет о каких-то квотах. Скажите, может, есть все-таки какие-то программы или проекты, которые позволяют пациентам из регионов пройти обследование, сделать обследование в столичных больницах более доступным? Может, какие-то плановые приемы проводят в столичных клиниках? Одним словом, как к вам можно попасть? Обычному человеку. Это очень хороший вопрос, очень актуальный. На самом деле, московское здравоохранение, оно очень доступное. Это правда. В Москве в рамках работы Департамента здравоохранения города Москвы существует такой проект, который называется «Москва. Столица здоровья». Есть специальный сайт msz.rf. Пациент подает заявку через этот сайт, прикрепляет какие-то свои выписки, заключения, описывает свою ситуацию. Может выбрать из нескольких учреждений то, которое ему больше нравится, по имеющемуся профилю заболевания. С пациентом работает координатор. То есть, сидят люди и занимаются тем, чтобы положить конкретного человека в конкретную больницу. Это все работает, это все доступно. Это не то, что бесплатно. Это не то, что бесплатно. Для этого даже направление не нужно. То есть, не нужно идти в поликлинику, убрать направление. Вот это вот все. Это все делается через интернет на сегодняшний день. И вот просто к указанной дате пациент приезжает, ложится в больницу. Совершенно без никаких проблем. Да. Это реально? Абсолютно. Надеюсь, наша беседа будет очень полезна многим нашим соотечественникам. И большое спасибо вам, что нашли время прийти и принять участие в нашей программе. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и удачи, успехов! Спасибо.